Привет, мои хорошие! С вами Сирена Свэй и Искромняшка Крис! Привет-привет! Наша загадочная девчина. Я приехала к ней сегодня в гости. Она нам с большим удовольствием выделила уголочек в своей безумно шикарной кухне. Когда у меня будет своя шикарная кухня... Здравствуйте! Когда у меня будет своя шикарная кухня, я буду с большим удовольствием приглашать Кристинку к себе. А я буду с большим удовольствием без приглашения к тебе со мной приходиться. Ай, ну мои двери всегда открыты для тебя. Чего я приберлась вообще к Кристюхе? На самом деле, хочу приготовить. У меня вот, знаете, видео покупки, одежда, еда, что-то там, фикс прайс у нас, да? Нужно как-то разнообразить. И в коем-то веке я решила что-нибудь приготовить с Кристинкой, да? Ты тоже же редко готовишь? Да, конечно. Я под твоим руководством, я не знаю, буду я готовить или я буду только есть. Ты будешь тоже готовить и вносить свою лепту. Ладно, у нас сегодня необычная еда, на самом деле, быстрого приготовления. И не просто русская еда, а еда японская. Я в магните взяла вот такую вот коробочку. Это мисо суп. Ты любишь мисо суп? Да, я его очень люблю, и я его давно не кушала. Поэтому ты в этом видео у меня. Потому что я знаю, что Кристинка любит... Покушать. И покушать, и японскую еду. И особенно много покушать. И ты заценишь. Я вообще всегда в японской кухне беру мисо суп, потому что горяченькое, прям, он такой весь, знаете, все минимальненькое, классный бульончик. Прям вот то, что мне нравится, сыр тофу, чтобы водоросли были. Но в разных местах его по-разному готовят. Я когда увидела эту коробочку, что можно дома приготовить, и все это в магните, просто в доступности у каждого поддома магнит. Я решила приготовить, и мы с Кристиной оценим, что это за вкус, как быстро готовится, и похож ли он на то, что подают нам в ресторанах. Хороший вопрос. Я где-то здесь напишу, потому что я не помню, если я найду чек еще. Ну что, открываем? Давай же. Посмотрим, что входит в состав. А что нужно? Может быть, кипяток пока? Да, кипяток поставим. Ну подожди, мы сейчас все почитаем, посмотрим, что входит сюда, а потом поставим кипяток. Итак, вот такая коробочка, там куча пакетиков. Разбираем. Ооо, а я думала, как выглядит сыр тофу. Вот так он здесь выглядит, и его нужно будет бросать в кипяток. Сыр тофу. Кстати, сказали, что здесь идет на 4-5 порций. То есть мы накормим всю семью, если они будут не против. Не, ну смотри, какие порции. Если вот такие, как это очень часто делают, то мы его и сами съедим. На чай, похоже, это, наверное, запить. Это водоросли. Это водоросли. Они такие маленькие. Написано водоросли виканта или как-то? Ну, они, наверное, растворятся. Я вообще люблю, когда огромные водоросли такие плавают. Но здесь еще маленькие водоросли. Вообще здесь есть все, на самом деле. Так, водоросли вакамы. Это они, наверное, да? Значит, соевый тофу. Это мы показали. Дальше здесь есть вот такие вот два. Ай, смотрите! Тут можно два вообще приготовить. Это же что-то новое. Фо. Написано тут на коробочке, нарисовано. Новый вкус в подарок. То есть можно выбрать либо мисо, либо фо. Не, ну мы мисо. Нет, не так. Тут совсем другие ингредиенты. Здесь это просто тебе в подарок попробовать это фо. Что значит, ты с этими ингредиентами думала, фо попробовать? Нет, здесь другая картинка. Смотри, ты хочешь тебе подарок, чтобы ты попробовала. А как я попробую, если ингредиенты нет? Мясо нарисовано. Ну, вроде бы мяса нет. Какая-то жидкость. Ну, понятно. Ладно. Давайте дальше. Что тогда? Мы берем мисо. Вот это наше мисо. Это основная заправка. Она здесь, честно говоря, как густая. Прям я не знаю что. Как на что похоже? Это не жидкое что-то. Как в борщ заправки вот эти кидают. Мне кажется, даже пожиже. Тут прям как пластилин какой-то. Кетчуп. Ну, да. А вот здесь прям жижа. Кунжут, да. Так, идут два пакетика кунжута. Жареные семена. Два пакетика. И соевый соус. Все? Соевый соус. Да, кунжут. Да, ты сказала. Ты не любишь кунжут? Я люблю кунжут. Отлично. Итак, теперь мы читаем, что надо сделать. Ага. Лук зеленый есть у тебя? Мне кажется, у нас в палисаднике что-то есть. Отлично. Нужен лук зеленый. Я думала, он входит сюда. Лука нет. Сейчас мы будем готовить. Сейчас растворим в воде. Мы будем готовить, говорят. Ну что? Лук. Лук-то порежем. Нифига. Лук-то порежем. Нифига себе. И вода. Литр двести. Сейчас, секундочку. Слышь. Подарок. Селена, это тебе подарок. Тут помимо вот этого пакетика, нужна курица, рисовая лапша, зеленый лук, кинза, лайм, пенни. В общем, все. Нужно все для этого супа. Каша из топора. Да, каша из топора. Ну ладно. Давай я пойду за луком. Давайте пробуй. Иди за луком, а я пока поставлю литр двести воды. Так, надо еще пооткрывать. Лука возьми, кстати, немножко. Ну, чтобы... Хотя, можешь много брать лука. Я люблю лучок, чесночок. Мам, лучочек у нас есть? Подрежь, пожалуйста, зеленый нам нужен, белье. Мы сами готовы. Мы отмеряем от блендера по 600 миллиграмм. Два раза воду. Это вот Кристинкина, кстати, марганцовка до сих пор не отмылась. Представляете? Не повторяйте ее ошибки. Это пищевое, ничего страшного. Ну да, да, это пищевое красительное. Ничего страшного. Водичку мы набираем из кулера. Ах, девчульки готовят в коем-то веке. Глянь, целая, целая миска получится. Целую кастрюлю я имела в виду. Ну что, включай, ты умеешь? Нет. Смотри, у тебя получилось. Горит. Ура! Все, ждем, пока закипит. Девочки, кто начинающие хозяечки, для того, чтобы быстрее закипела водичка, обязательно накройте ее крышечкой. Ля-ля, водичка закипела. Давайте, под чутким руководством Кристиночка сейчас будет все делать. Правой рукой она берет ложечку. Так, нет-нет, не надо на ложечку. Высыпай сейчас все в кастрюльку. Да-да-да, отлично. Я слежу за процессом. Ой. А ложечкой мешаешь потом. Над паром такие процессы. Что, не нравится? Мало ли брызгнет. Ну, аккуратно. Похоже, конечно... Тяжелает с матерью. Похоже, конечно, консистенция на... Консистенция? Что-то очень вкусное. Действительно, как яблочное пюре засохшее. Я, в общем, такое твердое, и прям так отрывается, и плюхается. С таким звуком прям аппетитным. А ты его в холодильнике? Нет. Я покупала его, не обхолоняю? Ну что ж... Это Кристина личный лайфхак. Ладно-ладно, все, Крис, не вы это. Давай скорее мешай. Вообще, он, мне кажется, сбуррит. Надо потише огонь. Да, потише сделать огонь. А как делать за потише огонь у тебя? Вот так. Куда? Куда? Глаза. Нет, это не то, Крис. Вот, потише, смотри. Да, Крис, размешай скорее. Яблоко. Размешай. Там написано было полностью до растворения, быстро размешайте. Слышь будет хорошо. Пока все не сливы. Верь мне. Нельзя над едой смеяться. Кто над едой смеется вообще-то, чего? Кто смеется? У нас все серьезно. Так, сейчас я подниму чуть-чуть повыше. Что ты делаешь? Покажи, вот что ты делаешь. Лайфхак еще один. Да, потому что продукты не должны пропадать. Кристиночка прям туда кипяточек наливает. Не повторяйте ее, пожалуйста, лайфхаки, потому что вы можете обжечься. Все так делают. А, да, насчет того, что только взрослые могут так делать. Только вот такие взрослые, как мы с Кристиной. И опытные. И на опыте. В принципе, ладно все, хорошо. Так, все. Я думала, достаточно. Хорошо. Помешала, молодец, крошка моя. Насколько так варить? Цвета еще. Все, сейчас оно закипит, и мы дальше добавляем уже дальше. Оно кипело уже. Ну подожди, все, перестань мешать. Смотри, какого цвета там все. Да очень красиво. Цвет просто хочется прям выпить из кастрюли. Тащи стаканы. Так, сейчас оно все закипит. Я не могу. Жалко, лука нет основного. Ну что же, оно не кипит. Подожди, а что ты сделала? Я слишком маленький огонь сделала. Не, не закрывай, крышка уже не надо закрывать. Убежит сейчас, крышка. Куда она убежит? Уже нельзя закрывать. Дальше печки не убежит. Так, приготовь. Так, не мешай, мы не увидим, как кипит. Возьми в обе руки теперь сыр, тофу и водоросли. Запомни, и водоросли вместе надо рассыпать. Да, прям одновременно. На раз-два. Смотри, вода кипит. Кидай скорее. Вода кипит? Да. Опа. И мешай скорее. И тише огонь сделай. Смотри, как бурлит. Обалдеть. Крис, быстрее тише огонь. Да, на медленном огне 100% будет лучше. Еще меньше, еще меньше огонь сделай. Видишь, оно расходится, становятся большие листья. Да, да. Вот уже что-то похоже на суп, получается. Так, вообще там написано, что довести до кипения и все, блин, и выключить. Оно у нас кипит, даже не... Нет, подожди, оно не переставало кипеть. Оно не переставало, не кипей. Смотри, видишь, огромные листья росла, раз разошлись, получились. Это самый маленький огонь? Сейчас, да. Ну-ка, еще помешай. Мне кажется, выключать уже просто и все. Вот, видишь, потихонечку листики становятся лопухами. Ну-ка, покажи. Лопухами. Большие. Так, ну ладно, выключай тогда. И пусть она стоится, да? Да, закрой крышкой одну минуту, оно теперь стоит. Так, сейчас оно одну минуту постоит, и мы сейчас пока подготовим специальные миски. Там написано, что нужно в специальных мисках подавать. Вот, одну минуту надо подождать, уже минута прошла. Чем больше стоит, тем лучше будет. А пахнет реально, как мясо. Вот лука не хватает. А лука нету, блин. Не вырастили и не купили. Блин, ну ладно, без лука будем. Кристина подготовила специальные мисочки. Специально для мясо покупала. Ну, чтобы можно было увидеть все ингредиенты. Да. Теперь бери половник, теперь-то уже половника. А есть мы будем ложками, далеко не убирать. Да что ж такое? Какие-то шире по две. Готовить не умею. Так, не надо нам гречку. Гречку завтра. Гречка это, да, там. Кристина для еще чего-то там готовит гречку. Ну, открываем. Опа. Та-да-да-дам. Наливай. Мне всего, пожалуйста, равномерно. Много листьев-то? Ой, класс вообще. Давай, насыпай. Аккуратно, сейчас горячее будет. Куда пальцы подставила? Аккуратно, Кристиночка, я тебя прошу. Может, хватит? Я, по-моему, в одной. Да, хватит, хватит, давай. Ну, хватит, хватит, хватит. Уже много. Так, и погуще вот сюда. Слушай, ну классно, нет, я думала, что будет одна жидкость, а она замечательная. Давай сюда водорослей побольше. О, вот, отлично. Тетя Таня, вы будете супчик? Ну, как это, вы не будете, что ли, пробовать? Иди посмотри сначала. Мы тут старались, блин, целых 5 минут готовили. Лук нашелся. Ты слышала, мама? О, сейчас лука порежем. У Кристины супер стул, на котором можно прям резать все. Кристиночка, как профи, режет. Аккуратно, пальчик только не прирежь, пожалуйста, и сиди. Молодец. Настоящая хозяюшка. Я тебя не ожидала. Конечно, конечно. Как ты профессионально лук режешь? Два перышка порезала, да. Так, теперь давай половинку сюда, половинку сюда. Ой, с лучком это вообще будет огонь. Огонь. Так, неси кунжутные семечки. Ой, как аппетитно, как сразу запахло, заиграло-то все. Кунжутные, да, открывай один. Но я думаю, нам хватит. Я много не думаю. Да, но получается, если два пакетика на четыре порции, значит один пакетик на две. Ну да, да. Так, чуть-чуть сюда, чуть-чуть. Все, хватит, хватит. Отлично, хватит. Все, стопе. Соевый соус. Буквально для пикантности. Да, блин, как в лучших ресторанах. Огонь. Хочу скорее попробовать. Так, чуть-чуть соевого. Вот так вот. Вот так. Сейчас ложечкой все это размешаем. Я думаю, хватит. Красота. Ну все, накрываем стол и идем к вам пробовать. Та-да-да-дам. Та-да-да-да-дам. Блин, какие красивые. Просто так пахнет. Реально, как в ресторане. Кристина, ты, мне кажется, супер-мегр готовить умеешь. Ну да. Ах, блин. Как тебе повезло со мной. Вообще, я буду к тебе чаще приезжать. С коробочкой не со собой. Так, ну мне нравятся водоросли. Прям такие, как я хотела. Здоровые, да. Здоровые, да. А выглядели маленькими. Тофу вот надо попробовать. Ну, конечно, видно, что здесь такое. Ну что, пробуем. Горячее. Ну все, давай чуть-чуть дует. Как Кристинка приготовила суперчика. Сейчас попробуем. Мне кажется, вкусно. Вау! Блин, он как мой любимый! Твой любимый? Какой вам? Обалденность. И вот, блин, да они это и делают, сто процентов. Да, да. Диетан, зря вы не попробовали. Смотрите, сколько я себе положила водоросли. А у тебя, наверное, тофу больше. Как-то, мне кажется, неравномерно распределить. Короче. Девочки, я иду и покупаю себе все, что есть у них в коробке. Там еще другие? Я только мясо люблю. Я прям кайфую, честно. И чем даже заказывать, бывает, ну 100 рублей ты заказываешь. А вот это, блин, сколько это стоит? Забыла. Да даже если 100, он сам кинул. Так уже на сколько порций? А то одну приносят за 100 рублей. И то не всегда за 100, бывает дороже. Очень прикольно. И он, скорее всего, диетический. Ой, тофу нормальный. Таня, спасибо, что добыли лучок. Очень вкусно. Вот лук обязательно за 100 рублей. Да, он прям добавляет все и дефам. О, что это я хотела вообще? Ну вот, что ты хластаешься? Вообще. Вот так вот приходишь, они еще маленькие мисочки такие дают, реально там, вот, три ложки съел. И потом сверху суши. Очень вкусно. Кстати, суши, надо тоже приготовить суши. Девочки, напишите в комментариях, пожалуйста, хотите ли вы, чтобы мы приготовили суши. Я умею готовить суши. В принципе, можем пару видов приготовить с Кристиной. И мисо-суп такой сверху вообще. У нас будет японский вечер, например, какой-то. Да, Селена, спасибо тебе, что ты открыла глаза мои, завязывала. Очень вкусный суп-мисо. Нужно будет обратить внимание. Надо же, казалось бы, что еще может изобрететь человечество. А на ком есть? Пюре есть. Пожалуйста. Суп-мисо изобрело человечество. То есть, мы сразу в масштабах мысли. Не, ну потому что... Мисо, вот это изобретение. Вот это я понимаю. Нет, я имею в виду, что легко и просто за 5 минут. И не выезжая в Японию, то есть там просто на кухне... И не тратя денег вообще. И по соли, да, вот прям в тютельках. Вообще. Мы, получается, на 2 чашечки с тобой 1 пакетик соиса, соися-сиасю. Нет, я по-японски заговорила. Душу вложили, пока он попал. 1 кунжут, да, еще осталось. Там еще на 2 такие же тарелки. Да, поменьше. Поменьше? Мне кажется, так же. О, сервис еще. Вот эти притрис. Ну что, мои хорошие, мы будем пока доедать наш супчик. Попрощаемся с Кристиной. Давай, пока. Пройди. Попрощаемся с вами, с Кристиной. Кристина довольна, как мы поняли. Я очень довольна. Мы рекомендуем попробовать всем. Обязательно. Это прям самый классический мясо-суп, который когда-либо я пробовала, который именно я люблю. Даже бывает в других местах, его готовят по-другому. Какие-то есть отдушки непонятные, сильно соленые, или тофу нету, или водорослей нету. По-разному готовят. Классический суп, да. Это супер-пупер. Если захочешь, креветку можно бросить. Знаешь, бывает. Кстати, тоже, да, можно. Просто добавки кидают в такой классический. А вот эту штучку очень странная, нужно изучить. Оставьте на память. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Кристина на канале будет под видео. А мы с вами прощаемся до следующего видео. Если вам нравится такой формат, обязательно тоже пишите отзыв в комментариях. И мы будем стараться готовить для вас чаще. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.